Сильно в этих терминах орудует. Она написала, вчера на вашем канале смотрела и обнаружила важность депортации сна. Но я так понимаю, что депривации. Сегодня на сухих днях, вчера спала два часа, и сегодня весь день бодрствую. Но весь, но виски давят. Как применять депривацию сна? Как применять? Мы же как раз-таки потихонечку, да. Все заотвечаем. Депривацию сна все-таки я по себе могу сказать, что у меня депривация сна на еде никак не заходит. Только вне еды. И депривацию сна лучше делать, когда вы, во-первых, находитесь либо на совсем оплегченном питании, либо вне питания. Обязательно нужно убирать воду, потому что вода нас закручивает, раскручивает на другие вибрации, которые мы не сможем поймать тех ощущений, которые идут на депривации. И если вы хотите идти в этот опыт на несколько дней, то я бы рекомендовала вам ставить будильник на 15 плюс 5. То есть 15 минут сидя поспать и плюс 5 минут, чтобы там потихонечку встать, потянуться и пойти. Болит голова – это в любом случае нужно понимать, что это токсины. И нужно знать, какой у вас режим сухих дней. Потому что нужно понимать, какой режим был у вас до этого, какой сейчас режим, как вы питались, какая у вас была физическая нагрузка. Потому что я сейчас вам дам какие-то рекомендации, а они, может быть, вам вообще не подходят. И это будет только усугублять ваше положение. Поэтому вот прям таких в открытом эфире рекомендаций давать, я думаю, не следует. Это нужно все с комом делать, все нужно смотреть, все нужно прорабатывать, все нужно учитывать. Это очень важно и очень нужно бережно относиться к себе.